Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать фундаментальные события, являющиеся на динамику финансовых активов. Очень большая ставка накануне делалась на протоколы, но, судя по той реакции, которую мы наблюдали, можно констатировать, что протокол уже далеко не те. Но расстраиваться не нужно, друзья. У нас с самого начала этой недели было два важных фундаментальных триггера. Это либо протоколы, которые, как я уже отметил, не сработали, и еще выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Холле, который состоится в эту пятницу. И сейчас чуть позже объясню, почему я считаю, что его риторика может оказать серьезное влияние на то, что происходит с финансовыми рынками. И мы дождемся всплеска волатильности, который оживет рынки и, соответственно, поддержит наш настрой и сохранит интерес к тому, что нужно продолжать работать с этой волатильностью и очень интересным фундаментальным афоном. Давайте поподробнее по основным активам. Нефтянка 59,75 по-прежнему мы говорим об уровнях ниже 60, друзья. Очевидно, что нефтитрейдерам сейчас нужны какие-то новые катализаторы для движения. Я думаю, что они должны появиться также в ближайшее время. Но я, как и ранее, рекомендую вам все-таки сохранять короткие позиции. Считаю, что мы, как и неделю назад, и две недели назад, вот сколько мы уже транслируем идею продаж, по-прежнему можем опираться на риск глобального экономического спада. Тем более, что вчера у нас снова был прецедент, скажем так, инверсии кривой доходности, потому что доходность долгосрочных облигаций десятилеток оказывалась в моменте ниже двух лет. Сейчас, правда, опять ситуация изменилась. Но все чаще это происходит. Я думаю, что это не случайность, друзья. Это желание рынка привлечь наше внимание к той непростой экономической действительности, которая складывается. А этой действительности знак равно предкризисные времена для мировой экономики. Почему нефть можно продавать? Потому что США и Китай далеки от торгового соглашения. Даже несмотря на то, что Трамп принял решение продлить действие лицензии для китайского Huawei и позволить им еще на 90 дней работать с и американскими потребителями, и поставщиками, мы тут же получаем комментарии от пресс-госсекретаря США Майкла Помпео, который сравнивает Китай и китайские корпорации с настоящей серьезнейшей угрозой нациобезопасности США. Мы вчера следили за данными по запасам, которые, вопреки ожиданиям, все-таки снизились. Запасы нефти снизились, запасы бензина выросли. И я в целом хочу сказать, друзья, что даже несмотря на снижение запасов нефти, они все равно больше чем на 7% превышают уровень 2018 года. Поэтому мы говорим об избыточном предложении, как мы с ним работаем. Собственно, вы знаете, это еще один фактор, почему на фоне присутствующих ожиданий экономического спада и последствий снижения спроса на нефть, избыток углеводородов может выступить как раз якорем, который потащит нефтянку вниз. Поэтому короткие позиции в приоритете. Доллар иена 106.42, в принципе, те же уровни, что мы видели и накануне. Хочется уже столкнуться с более интересной динамикой, как я уже отметил, в пятницу, завтра. Это более чем реально. По итогам протоколов, в принципе, ничего нового сказано не было. Мы изначально настраивались на большую конкретику относительно дальнейших экономических стимулов со стороны Федрезерва. Мы знаем, что Трамп постоянно при малейшей любой возможности критикует американский регулятор относительно того, что они проводят политику, в результате которой крепчает доллар. А доллар дорого несовместим с концепцией Трампа по защите национальных производителей. По мнению Трампа, ставки могут быть снижены, должны быть снижены на 100 базисных пунктов. Но при всей независимости, друзья, Федрезерва, мы понимаем, что ФРС начинает немного прислушиваться к Трампу. И, возможно, это возымеет эффект в дальнейшем будущем, когда ставки реально пойдут вниз. По главным и самому, пожалуй, важному тезису вчерашних протоколов, то, что большинство склоняется в пользу того, что ставки можно снизить еще на 25 базисных пунктов. Это как инструмент перекалибровки позиций Федрезерва. Почему я считаю, что завтра мы непременно дождемся мощной волатильности? Потому что, в отличие от протоколов, которые фактически являются подведением итогов заседания, состоявшегося месяц назад, выступление Паула будет опираться на то, что произошло за последний месяц, то есть на самый актуальный новостной фон. А за последний месяц инвертировались доходности. За последний месяц США анонсировали установление пошли на 10% на китайский импорт стоимостью 300 миллиардов. То есть экономическая конъюнтура ухудшилась. Поэтому я жду большей вольности от Джерома Паула в плане деталей, конкретики о том, как будут меняться ставки дальше, что, по идее, должно оказать давление на доллар. Особенно, если он коснется темы перезапуска программы количественного смягчения. Золото 1499. Повторяю, отличный уровень для покупки. Надеюсь, что вы их используете. Евро против доллара 1.10.81. Как замороженная пара находится чуть ниже планки 1.11. Сегодня в 10.30 куча статистики по активности производственного сектора, еврозоны и ведущих экономик валютного блока. По активности в сфере услуг ожидания традиционно плохие. Еще один слабый релиз. Это шанс для нас 12 сентября получить то, что хочется уже услышать в плане снижения ставки и перезапуска программы количественного смягчения. В общем, ждем пару евро-доллара, ориентируясь на снижение ниже отметки 1.10. Фунт против доллара 1.21.17. Мы снова идем вниз. Вчера Макрон, президент Франции, отметил, что условия Джонсона, Бориса Джонсона, являются абсолютно невыполнимыми. Отсрочки Brexit больше не будет, если только не ранее поднимут вопрос о согласии правительства Англии проведения повторного референдума. Но я думаю, что вероятность этого крайне низка. Мы ориентируемся, друзья, на жесткий Brexit, на намерение Бориса Джонсона вывести Англию из состава ЕС 31 октября любой ценой. Но прежде всего у нас очень важная дата 2 сентября, которое я по-прежнему рассматриваю не только как дата возвращения парламента с каникул, но еще как дата возможного вотому недоверия. Поэтому рекомендую держать короткие позиции. Доллар канадец. Восстанавливаемся. Мы вчера канадский доллар предпринял попытку, собственно, укрепиться. После того, как вышли данные по инфляции, данные оказались такими же, как и 2 месяца назад. То есть совпали с прошлой оценкой в 2% это базовая инфляция и индекс потребительских оценок. Также немного канадца поддержала восстановление цен на них. Сейчас нефтянка снова снижается, снова ниже 60. Мы ждем завтрашние данные по рыночным продажам. Если они разочаруют, мы вернемся к вопросу того, что и Банк Канады тоже будет вынужден смягчать экономическую политику. Поэтому движение вверх является обоснованным, оправданным. Целью 1.35. И доллар-франк, друзья, вчера мы поставили отложку, продать валютную пару с уровня 0.97.70, по-моему. Сейчас я предлагаю чуть ее поднять, точнее даже изменить подход к рынку. Сам формат отложки с селл-стопа на селл-лимит с уровня 0.98.50. И также все равно делать акцент на то, что доллар пойдет вниз, а франк, как защитная валюта, будет укрепляться. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.